картинки добрый день дорогие друзья спасибо что пришли мы давно не виделись я анна гранатова психолог журналист популяризатор науки писатель рада что мы наконец увидели с вами потому что последний раз я была здесь в августе в начале потом у меня были поездки у меня был эльбрус значит алтай то есть вот из-за этих моих отъездов мы с вами к сожалению раньше не могли увидеться но я очень рада что мы наконец сегодня здесь и сегодня мы будем говорить про способности про талисманы удачи про реализацию способности про самореализацию я постараюсь дать лекционный объем в пределах часа после чего мы с вами еще поработаем с фотографии с фото терапии это конкретная техника вот и это мы уже будем делать и за пределами эфира и так талисманы удачи почему это работает как было за было заявлено в лекции мне проще начать с того почему это не работает когда мы приобретаем себе какую-нибудь красивую штучку которая как нам кажется принесет удачу у нас очень часто запрос бывает не конкретизирован недостаточно конкретизирован ну вот допустим перед вами такие небольшие сувениры вот мышка вот вот о чем это о том что сейчас год мыши или это символ какого-то что называется поведения может быть какой-то черты характера может быть какую-то особенности личности какой-то задачи это вообще о чем или он хрустальная сова стоит это тоже про что это про мудрость это про недостаток мудрости или это про то что мне нравится мудрая женщина например как черниговская и вообще вот вот как вот с этим быть или это о том что надо добиться какой-то цели да тоже почему-то сова символ или вот Видите, в такой треугольник хрустальный, там лев изображен в этом треугольнике. Это тоже про что? Это запрос про смелость или это про лидерство? Это то, что во мне есть это лидерство или это ресурс, который мне нужен? И если это ресурс, то где это искать? Или это задача, что называется, делать какую-то социальную и политическую карьеру, потому что лев это тоже символ политической власти. То есть вот из-за того, что мы не можем конкретизировать наши запросы, иногда получается очень, что называется, бесполезно собирать различные талисманы, и они не работают. Хотя есть случаи, когда талисманы и работают. И в моей практике такое было, и в том числе со мной лично, когда моя подруга, допустим, Светлана мне подарила кольцо с рубином, она его из Индии привезла, я сказала, вот это тебе кольцо, которое принесет тебе удачу. Но оно исполнит только одно желание, одно, а не десять. Вот загадай какое-то желание, и оно исполнится в течение года. И действительно так оно и было, потому что я очень хотела, чтобы у меня вышла книга, и я эту книгу написала, издала их, тем самым как бы вот этот талисман себя оправдал. Но сегодня мы говорим про способности, и мы будем говорить про такие, соответственно, категории, как талант, одаренность и гениальность. Вот все эти три понятия могут быть объединены в одну категорию, которая называется способности. Вообще, когда мы говорим про способности, то первый вопрос, это, конечно, определение. Вот как бы мы с вами определили, что такое способности? Очевидно, что это какие-то личностные качества. Очевидно, что это какие-то характеристики человека. Но что это за характеристики? Вот как вы думаете? Да. Это способность человека выполнять какие-то действия, совершать какие-то поступки, иметь какие-то мысли, воплощение, делать свою реальность. Вот смотрите, вы очень правильно сказали, что способность связана с какой-то деятельностью. Это очень важно, потому что способности мы определяем именно по деятельности. И насчет мысли это тоже интересное соображение, потому что мы можем отличаться друг от друга. У нас могут быть разные совершенно запросы, у нас разное мышление. И здесь мы выходим на такое понятие, как индивидуальность. Поэтому первый критерий способности, как говорит наш академик Теплов, это индивидуальность. Это то, чем один человек отличается от другого. Там, где у нас общие какие-то моменты, или там, где мы не можем говорить про индивидуальность, там фактически способностей не будет. Там две руки, две ноги – это неспособность. А вот, допустим, человек талантливый в живописи, или человек талантливый в математике, и тут есть какие-то различия, или человек с хорошими достижениями в спорте, да, это уже как бы какие-то способности. То есть вот первый критерий – это индивидуальность. Второй критерий, более значимый и более важный – это успешность в деятельности. То есть вне деятельности способностей не существует. Не бывает так, что никакой деятельности еще нет, а способность уже появилась, да. До тех пор, пока музыкант не возьмет в руки скрипку, или вообще не подойдет к какому-то инструменту, непонятно, есть у него способность или нет. Вот у меня есть знакомая девушка, она технарь. Она получила образование программиста, и она монтирует различные программы. До тех пор, пока она не пришла на радио, и пока она не начала монтировать звук, она не знала о том, что у нее есть абсолютный слух. Вот абсолютный слух – это, в принципе, то, что могло бы ей состояться в музыке. Но она об этом как бы не подозревала. То есть наличие какого-то качества еще не гарантирует того, что вот есть способность вне деятельности, способности не развиваются. И это очень важно. Ну и, наконец, еще один критерий, о котором, опять-таки, говорят наши ученые, наши академисты, и я всегда обращаюсь к их формулировкам, потому что это та печка, от которой можно плясать. Это, знаете, через отрицание. Это вот как в том анекдоте, когда сибирский мужик приезжает на Кавказ и спрашивает джигита, а что такое виноград? И кавказский джигит говорит, а ты знаешь, что такое картошка? Ну, картошку знаю. Так вот, виноград – это совсем не картошка. То есть через отрицание, да, такой вот вариант. И способность тоже можно определить через отрицание. То есть способности связаны со знаниями, с умениями и с навыками, но они к ним не сводятся. То есть вот механический набор знаний, умений и навыков не является способностями. И все-таки, конечно, для нас самым правильным, наверное, самым главным таким критерием будет связь способностей и деятельности. Или мы можем даже более точно сказать, что способность – это успешность в какой-то конкретной деятельности. Поэтому у людей бывают разные способности, нет абсолютно бесталанных людей. Просто люди себя реализуют в разных сферах. И здесь очень можно такой интересный пример провести по определению способности. Мне он очень нравится. Это определение, что называется, ресурса, потраченного для достижения какой-то задачи и цели. То есть мы можем определить способность как соотношение результата какой-то деятельности к цене, которая затрачена на этот результат. Что значит цена? Это вложенные силы, это вложенные энергии и это вложенное время. И вот об этом мы будем говорить отдельно. Иногда субъективно людям со стороны кажется, что другой человек очень талантлив. И ему все дается очень легко. И такой классический пример – это, допустим, история того, как «Золотой теленок» писали Ив и Петров. Когда они… Ой, не «Золотой теленок», а «12 стульев» первое произведение. Простите. Но вы знаете, что идею «12 стульев» этим филитонистам газету «Гудок» подсказал Катаев. Собственно, брат самого Петрова Евгения. И Катаев поставил условие. Об этом вы можете прочитать и воспоминания Петрова, и, соответственно, в повести Катаева «Алмазный мой венец». Он поставил условие, он сказал, значит, я организовываю артель, Дюма и сын, я буду тут руководитель, буду главным, а вы будете, соответственно, мои замыслы реализовывать, мои идеи. И он им подарил вот эту идею насчет «12 стульев» про то, как сокровище запрятано в одном из стульев. Но он им сказал, вы должны сделать это за месяц. Напишите роман вдвоем за месяц. И как потом писал в своих воспоминаниях уже Евгений Петров, соответственно, в воспоминаниях об Ильфе, он написал так, мы сделали эту работу за два месяца, мы выжили из себя 14 печатных листов. И я боюсь показаться банальным, дальше он пишет, но нам это далось потом и кровью. То есть очень-очень тяжело. Хотя, когда Катаев это взял в руки, он не мог почувствовать, что это тяжело давалось и так далее. Я это к чему рассказала? К тому, что у способности есть как бы цена субъективная, как мы сами оцениваем результат. И в то же время есть внешняя оценка. И это может не совпадать. Но в любом случае, в любом случае, и когда мы выходим на понятие одаренности, для нас очень важным и определяющим фактором является фактор времени. Время. Тайм. Это то, о чем мало кто говорит, почему-то из психологов. Хотя именно это все и определяет. То есть за какое время происходит выход на результат. Кому-то нужно времени больше, кому-то нужно времени меньше. И вот здесь, вы знаете, очень интересная история с одаренностью и с одаренными детьми. Потому что, ну в чем выражается их одаренность? Как правило, в том, что они могут быстрее что-то сделать, чем их сверстники. И больше сделать, чем их сверстники. И возникает вопрос, а это действительно одаренность? Или это просто опережающее развитие? Или это усиленное воспитание со стороны родителей, которые пытаются научить ребенка в три года плавать, а в четыре писать романы? То есть фактор времени, он еще может быть связан и с возрастным развитием. И вот одаренные дети, как правило, это дети, которые опережают просто в своем развитии сверстников. Но это совершенно не означает, что они потом будут талантливы. Потому что талант и одаренность, это принципиально разные характеристики. Хотя это вроде бы об одном и том же, вроде бы это об уровне развития способности. Но тем не менее, это все-таки про немножко разные вещи. И сейчас я об этом расскажу. Значит, прежде чем я перейду к вот этой дифференцировке, чем талант отличается от одаренности, от гениальности, и от, соответственно, каких-то других понятий, там мы еще про интеллект будем говорить, я хочу обратить внимание вот на эту картинку. Я так условно ее нарисовала, я не художник, можно было там как-то еще вот таким вот образом нарисовать ее. Это картинка, которую я встретила в учебнике Панферова для психологов. И это соотношение задатков, то есть генетики, и соотношение реализованности способности. Вот вы видите, да, тут какой-то такой вот неправильной формы, то ли шестигранник, то ли какой-то такой, какая-то другая фигура. И вот внутри вот такой вот круг. Вот как вы думаете, где способности и где задатки? Вот это соотношение двух этих понятий. Кстати, вот кто подошел, тоже может взять картинку, мы потом будем обсуждать. Выбирайте, который вам покажется интересной, чем-то необычной, чем-то, так сказать, вот зацепит ваше внимание. То есть просто выбирайте? Да, выбирайте. Мы сегодня немножко сделаем такое практическое занятие. Одно, но максимум две, потому что просто чем больше вы наберете, тем дольше будем здесь находиться. Вот. Значит, правильный ответ следующий. Вот этот внешний круг, внешний круг, вот это вот задатки, это генетика. А вот внутренний круг, это способности, которые реализованы. И если вы возьмете вот учебник, я повторяю, Владимира Панфюрова, то там даже это будет меньше. Вот не так, как я нарисовала, а, к сожалению, это будет вот совсем примерно вот как-то вот так. Представляете, о чем это говорит? Это говорит о том, что нам генетически, вот от природы, от рождения дается огромный потенциал. А реально мы его еле-еле реализуем. Мы не реализуем всего, что в нас заложено природой. От чего это зависит, мы сегодня будем как раз и говорить. Почему так вот получается? Ну, пару слов о задатках и такой маленький лайфхак, который касается нейрофизиологии. Поскольку я обычно здесь всегда касаюсь еще деятельности мозга, устройства нейронных сетей, то вот сейчас маленький такой лайфхак. Ну, понятно, что задатки – это уровень работы нейронной сети, понятно, что это уровень работы мозга, это функциональные характеристики мозга. Да, для каких-то видов деятельности важны определенные характеристики нервной системы. Например, для иностранных языков и для спорта очень важна устойчивость нервной системы, ее сила. Есть виды деятельности, где, наоборот, очень важна пластичность. Вот обычно в искусстве там требуется такая вот очень мощная игра нейронной сети, чтобы включались самые разные зоны. Но так или иначе, функционал нейронной сети нам всем нужен и полезен. Я на предыдущих лекциях рассказывала про разные особенности нейронов, и, в частности, у меня была лекция, которая называлась «Энергетика мозга». Ее можно найти на сайте «Белых облаков», одна из первых. Там мы очень сильно погружались вообще в понятие нейронов, синаптических окончаний, структуры нервных клеток и так далее, и так далее. И, в общем, мы даже там брали понятие потенциала нервной клетки, брали фактически механизмы того, как передается нервный импульс, какую роль в этом играют ионы тех или иных, соответственно, минералов. И я напомню, что для передачи нервного импульса в клетке у нас есть маленькие такие ворота и есть такие большие ворота. А это мембрана, это кусок клетки, это понятно, да? И вот сюда заходит, там выходит, также и здесь через вот эти ворота, причем эти маленькие, они с двумя створками, а это с одной створкой, заходят ионы очень знакомых нам минералов, без которых невозможно человеческая жизнь, да и вообще, собственно говоря, живых организмов. Это натрий, натрий плюс, а это калий, и оба они с плюсом. Но сейчас я не буду, соответственно, вам рассказывать про потенциал действий, про то, как меняется заряд цитоплазмы и как меняется заряд мембраны с плюса на минус, и тогда идет фактически передача нервного импульса от клетки к клетке. Но я хочу обратить внимание вот на сами вот эти минералы, калий и натрий. Вот натрий, мы знаем, где находится, да? Это наша поваренная соль, только поваренная соль – это натрий хлор. Вот. И мы берем из этой поваренной соли ионы натрия для электрического потенциала, ну, а хлор там со знаком минус – это катионы, это анионы, соответственно. Это уже для другой истории. Но еще нам нужен калий. Еще нам нужен калий. Значит, в соли его нет, а? Можно вопрос? Посмотрите, есть люди, которые отказываются от соли, и выменизируют, и что они... Вот я сейчас про это расскажу, потому что люди, как бы... Дело в том, что тут была интересная лекция по йоге, я прочитала ее и поняла, что это надо комментировать. Здесь же много вегетарианцев, и, может быть, слушают нас тоже вегетарианцы. Я сейчас расскажу про одну хитрость, которую все упускают, и в том числе вегетарианцы, потому что все говорят про натрий, и все забывают про калий. Их надо смотреть в связке, без этого никак нельзя. Поэтому смотрите, какая интересная история. Есть разные теории, сколько нужно соли, и вообще где ее брать, чтобы работали, соответственно, нейроны, не только, кстати, в голове, они есть везде во всем теле, и, соответственно, нервный импульс везде передается. И я тут как раз прочитала такую лекцию клуба йоги, клуба вегетарианцев. Про то, что, оказывается, надо присаливать воду, которую вы пьете. И там была даже рекомендована вот эта соль, которую я принесла, гималайская соль. Она продается, в общем-то, свободно, во всех магазинах, и даже в пятерочке вы ее можете найти. У нее какой-то особый состав? Да, в общем-то, особого состава я тут на ней не нашла. Натрий, хлор, ну, какие-то, может быть, еще дополнительные добавки. Но вот сколько бы я тут не смотрела этот особый состав, я, в общем-то, ничего такого просто не прочитала. Может быть, здесь видно какие-то есть особые минералы, но они не указаны на самой упаковке. Вот эта вот розовая гималайская соль. Она недорогая, но, во всем случае, она была рекомендована йогами, она была рекомендована вегетарианцами. И логика такая, что вы в день постепенно, маленькими порциями, там, по 100 грамм, по 200 грамм пьете воду, и в эту воду надо бросать несколько крупинок соли. Вот это, как бы, такой лайфхак от йогов. То есть, вода получается не соленая? Не соленая, да, но, как бы, соль есть. То есть, вы тем самым, как бы, набираете вот эти ионы натрия. И я вынуждена этот момент комментировать. Чем отличаются у нас вегетарианцы? Тем, что они едят мясо, да, это очевидно. Разве вегетарианцы не едят мясо, не едят, особенно, говядину, они недополучают соль. Потому что, ну, это даже пример животного мира приходит в голову. Возьмем травоядных животных, лосей, оленей, да, как с ними работают сотрудники, соответственно, вот этих заповедников. Они им кладут вот эти кубы соли, большие кубы соли. И лоси, допустим, вот в Костроме, в лосином заповеднике, они прекрасно приручаются. Приходилось ли вам когда-либо слышать о том, что, допустим, при разведении на Кавказе леопардов, а сейчас очень активно этим занялись, или снежного барса в Северной Осетии в горах, этим животным кладут соль? Вы не очень корректно выражаетесь, потому что вы акцентируете, я понимаю, это на вегетарианство и отказ от животной пищи, то есть, ну, это там мясо, да, и проводите такую, вкладываете такую информацию, что если ты не вегетарианец, то, значит, ты недополучаешь соль. Совершенно верно, совершенно верно. Если вы вегетарианцы, вы недополучаете соль, потому что 90% соли находится в хлебе и в мясе. Вот это так. Я вам секрет открою, что очень большой процент находится соли в той пачке, которая у вас стоит на столе. Эту пачку, эту соли добавляется в очень большой ряд блюда, включая фрукты и овощи. Ну, так вот я про что и говорю. Это вегетарианцы. Я про что говорю, что вегетарианцы вот должны использовать соль, потому... Если мы посмотрим вообще, как мы соль потребляем, да, я, кстати, тоже, вот, но окажется, что большое количество соли не в том, что мы, да, не в том, что мы присаливаем пищу, а вот в том, в составе продуктов, которые мы потребляем в готовом виде. Вот. И прежде всего это мясные продукты и хлеб. Вот. Но я хотела, вот, как бы, продолжая вот эту тему с натрием, хлором и вообще с необходимостью получения ионов натрия в организм, продолжить тем, что не так важно, сколько мы вот присаливаем пищу, то есть, ну, вот опять-таки, есть разные точки зрения. Надо там 2 грамма, 3 грамма, 5 грамм. Вот кто прав? Кто больше, что называется? Сколько грамм натрия этого надо в себя запихнуть в день? Значит, правильный ответ на самом деле состоит в том, что вот эти ионы натрий и калий, они должны находиться в балансе. Чем больше у вас калия, тем больше вы можете потреблять натрия. Если вы калий не используете, то есть, ну, и вы не едите, грубо говоря, абрикосы или изюм, вот, принесла изюм, ну, больше всего, конечно, в абрикосах, больше всего в кураге калия, то есть, у вас мало калия в организме, тогда вы не можете очень активно использовать натрий. Вот, если вы, грубо говоря, питаетесь, там, как обезьяны, фруктами, в которых много калия, это бананы, это абрикосы, персики и виноград, понятно, что в сухофруктах еще больше, потому что там нет воды и там концентрация выше, вы можете позволить натрия присаливать, пищу, вот, там, буквально, такую маленькую чайную ложечку. Вот. Вот я об этом хотела сказать, то есть, вот, про этот баланс натрия и калия, это важно для того, чтобы у нас нервная система нормально функционировала. Теперь вернемся к нашим баранам. Мы немножко ушли от темы, мы ушли от темы способностей, мы сейчас к ней снова вернемся. Итак, вот эти три понятия, значит, одаренность, талант и гениальность, они связаны с, все вместе они могут рассматриваться как способность, и они связаны с задатками, то есть задатки, это генетика, и это функционал вашей нервной системы, и это уже те знания, умения, навыки, которые развиваются. И здесь очень интересно посмотреть, что вот одаренность не всегда переходит в более высокую стадию, то есть в стадию таланта, потому что оказывается, что они опираются на разный тип мышления. Что такое одаренность? Ну вот мы уже говорили, что это когда человек более успешен в единицу времени, чем окружающие. Но очень часто одаренность опирается на интеллект. Интеллект это общие способности, общие способности. И интеллект связан с памятью, и связан с логикой. и вот это все развивается, как правило, с опорой на так называемые знания, которые получены в виде определенной структуры, в виде определенной системы. Вот это то, что у нас обучение в школе. Вот школа, в принципе, она связана с понятием одаренности, интеллекта, опирается на механизм памяти, на логику, на линейное мышление конвергентное. То есть, когда нужно отвечать на задачу одним ответом, а не десятью вариантами. Это конвергентное мышление называется. И тут оказывается, что вот талант это немножко другое. Талант оказывается связан с креативностью, креативное мышление. А это у нас интеллектуальное мышление. Интеллектуальное мышление это когда человек пытается может быть заглянуть вперед, может быть прогнозировать какую-то деятельность свою или там других людей. А креативное мышление оно совершенно другое. Во-первых, в креативном мышлении нет вот этой линейности. То есть оно не конвергентное, оно дивергентное. Гилфорд он так говорил, что это дивергентное мышление. То есть когда у вас на один вопрос десять ответов. И оно очень нестандартно. То есть когда человек видит то, чего не видят другие. Потому что у него мышление построено на ассоциациях, а не на памяти, как в случае интеллектуального мышления. например, такой классический пример, когда студентам факультета психологии предложили фотографию, на ней был нарисован человек, вернее, изображен человек, который находился в самолете. И студентов спросили, что это, по вашему мнению, может означать. и часть студентов сказали, что это, скорее всего, ну, какой-то достаточно успешный в деловом плане человек, который возвращается из командировки к жене, и он думает о том, вот как сейчас он придет в свой дом, и они, так сказать, продолжат привычный образ жизни. А другой, другая категория студентов ответила по-другому. Она ответила так, что нам кажется, что это некий разведенный джентльмен, он после развода летит, значит, на свою родину, и он развелся, потому что его жена очень плохо исполняла оперные партии, и теперь он думает, то ли ему жениться на оперной певице, чтобы слышать дома уже нормальное исполнение, то ли наоборот выбрать себе жену, которая никогда не будет петь на кухне. То есть, видеть, совершенно другой как бы подход. Вот это креативность. Креативность основана на очень таких специфических ассоциативных связях, и очень часто она идет от неосознанного обучения, то есть, у нас есть осознанное обучение, есть неосознанное, и это получается от неструктурированных обычно знаний, то есть, креативность и талант связаны с неосознанными и не структурированными знаниями с ассоциациями вот хотя понятно что талант это более высокая стадия нежели одаренность вот и многие ученые конечно задавались вопросом а вообще как-то связано вот это интеллектуальное мышление и креативное мышление если тут какая-то зависимость вот они пытались соответственно проводить разные эксперименты ну и пока они пришли к выводу о том что знаете да тесты на интеллект того же айзенка ну например векслера значит их много всяких разных батарей тестов пока логика такая что вот где-то до 120 вот этих вот айтюк креативность и интеллект идут как связанные факторы то есть вот это не стандартное мышление ассоциативное мышление и мышление наоборот основаны на памяти на каких-то знаниях на своем личном опыте вот они идут как связаны потом они расходятся и опять-таки есть такие данные в которых я например сомневаюсь потому что мне не очень понятно как это посчитали на какой выборке выборка 2 процента на самом деле это очень мало вот где они собирали эту выборку но тем не менее есть такие данные что после 180 эти характеристики креативности и интеллект опять идут в общем то как связанные факторы значит о чем это говорит это говорит о том что в общем то не бывает одного без другого и вот те творческие люди которые добиваются реального успеха они обладают и в общем то интеллектуальными способностями но тем не менее когда мы говорим про талантливых людей про талант это как высшая стадия уже такая высокая стадия развития способности мы можем провести одну очень такую принципиальную до характеристику ну как но это тоже как остап бендер это талант в определенной деятельности мы же определяем способность как успех конкретной деятельности вот он нашел себя в этой деятельности бизнеса в ней он оказался конечно ну и же злые гения в конце концов это конкретные примеры это конкретные примеры в общем то которые действительно очень красноречивые но эти люди они вот успешно в определенном мире где есть риски где может быть приходится сидеть как тому же усманову которую вы приводили в качестве примера вот то есть это все так не очень просто где надо может быть что-то терять может быть кого-то подставлять ни перед чем не останавливаться то есть играть по определенным правилам как тот же абрамович например с березовским они очень жестко вели себя и если уж так ковырять и смотреть там досье на того же абрамович который саша хинштейн сделал там и уголовные дела всякие есть и чуть ли не обвинение в убийстве и что там только не найдешь так что все это очень так сказать не так просто вот если остап бендер хотя бы отнимал честными способами накопления то здесь как бы закон не работает у этих ребят поэтому вот переходя вот к этой теме значит от есть понятие значит развитых способность есть успея понятие таланты все-таки и мы будем говорить о том что вот одаренность одаренность как высокий уровень успеха в какой-то деятельности или как правило во многих деятельностях характеризуется тем что у человека развивается так называемое репродуктивное мышление что это означает это означает что мышление основано на памяти на способности усваивать чужие схемы чужие схемы то есть посмотрел и решил повторить так как другой а талантливый человек вот он как раз будет использовать нестандартные схемы у него мышление будет не репродуктивное а вот креативное как раз креативность это новизна это создание чего-то нового и креативность на этом в общем-то и базируется на том что человек пытается создать что-то новое и вот здесь опять-таки такой вопрос у кого есть потенциал развития способности у кого нет то есть но нестандартность это понятно это условие для таланта для таланта для талантливых людей для так сказать для тех кто хочет как-то вот подняться над уровнем одаренности но есть еще один момент о нем многие забывают а он в общем-то важен и этот момент связано опять таки с тем что ресурсы не безграничны и вот сейчас мы как раз про этот момент будем говорить значит когда человек говорит о том что он хочет быть талантлив как мне развить таланты он ищет определенные ресурсы и вот есть ресурсы главные есть ресурсы второстепенные и очень часто второстепенные ресурсы человек воспринимает как главный и вот в этом конечно проблема то есть человек говорит что мне нужен ресурс допустим рекламная компания вот нет рекламы соответственно у меня нет успеха в деятельности или мне там нужны большие деньги нет так сказать больших банковских счетов и о каком таланте можно говорить или мне там нужны какие-то связи социальные на уровне министерства или на уровне там не знаю первых звезд в какой-то деятельности а без этих связи тоже я никак не могу реализовать свой талант я такое слышала много раз особенно в творческой среде среди студентов гитиса среди студентов в гика причем это коммерческие студенты сейчас за деньги можно везде поучиться вот и эти моменты как раз являются второстепенными они главными а главный момент для таланта ну какой ну во первых конечно здоровье потому что если у человека там болит голова если у него функциональная нервная система никак не работает если он не может себя утром поднять а так сказать вечером у него бессонница то вообще о чем говорить о какой деятельности тут только по врачам ходить поэтому здоровье это конечно наше все это первый необходимый ресурс а второй ресурс который нужен для таланта это время время это невосполнимый ресурс здоровье можно улучшить суворов себя закалял суворов смог таскать себя воспитать а вот время уходит безвозвратно и та минута которая сейчас улетает она уже не вернется и мы понимаем что лучшую самую ресурсную часть своей жизни мы уже к сожалению прожили до до 20 лет я слушаю а мы сейчас об этом мы будем говорить я для этого принесла вот эти мышки талисманы разные конечно все происходит вовремя но бывает так что и вообще не происходит потому что мы говорили что мы же сейчас говорим про способности мы говорим о деятельности мы говорим о том что способности вне деятельности не существует то есть если ну сидеть и ждать в море погоды то в общем ну мало вероятно что завтра ты проснешься гением или там я не знаю золотые горы на тебя обрушится то есть я не из такой вот категории мистиков да все происходит свое время но здесь как вам сказать вот это учение она очень метафорично его можно по-разному трактовать в зависимости от ситуации я сейчас беру очень узко и очень конкретно я беру задачу самореализации человека я беру сейчас проблематику реализации того потенциала который в человеке заложен я ставлю задачу как этот потенциал развить наибольшим образом то есть выйти на наибольшую планку даже уйти с этого уровня одаренности который как правило распыление навыков хоть добраться до уровня таланта вот как бы такая у меня сегодня задача и поэтому я сейчас говорю про время про время как про тот ресурс который утекает как так сказать невозвратная валюта с каждым годом и его становится все меньше в нашей жизни и вот здесь я напомню фразу павлова которую я поставила как раз в эпиграф к лекции физиолога павлова ивана павлова он говорил что талант это способность концентрации внимания на чём на какой-то задачи на какой-то проблеме ой но мы сейчас не берем уж совсем там 90 лет и болезни альцгеймера и я вообще не уверена что там в таком возрасте нужно ставить перед собой какие-то очень такие амбициозные цели ну да значит о чем мы здесь будем говорить вот про время а вот вы как раз рассказали про старых да как бы у которых нет ресурса внимания у меня сразу такой пример у меня пример с борисом архипцевым это переводчик с которым я долгое время была знакома человек прожил 70 лет но из них 60 он прожил в инвалидном кресле он не выходил из дома вот у него была двухкомнатная квартира он перенес детский церебральный паралич после чего он навсегда потерял способность ходить этот человек является почетным гражданином города коломна и его сочинение находится сейчас в оксфорде в бодлианской библиотеке как уникальные переводы он перевел всего эдварда лира это вот такой том он 20 лет этим занимался он перевел все элимерики чего никто до него ни разу не делал плюс это поэтический перевод и точный перевод что тоже как бы непросто перевел также он шекспира перевел кэролла а ходу нас нарко но вот этот вот его том который мы отвозили в оксфорд это конечно что то с чем-то когда увидели англичане они пришли в полный восторг это человеку которого не было здоровья который не выходил из квартиры потому что он концентрировал все свои силы вот на этой работе на этих переводах поэтому когда мы говорим о способностях и говорим о вот том что нам надо концентрировать внимание здесь вопрос конечно встает о задачи на чем концентрировать свое внимание на каких задачах я почти уверена в том что люди которые тратят свое время на то что в социальных сетях выкладывать картинки на тему я самый крутой создавать иллюзию роскошные жизни на тему я и да я и там рестораны я и вещи я и пляж вот я думаю что такие люди себя на самом деле не реализуют потому что идет во первых распыление ресурсов вторых имитация чего-то а в третьих они конечно не реализовывать свой внутренний потенциал вот они не видят в чем они реально успешно в какой деятельности вот и плюс конечно проблема таких вот неудачников еще состоит в том что они очень часто приходят психологу с просьбой выявить способности а на самом деле за вот этой просьбой какие у меня способности до в чем не развиваться и как это делать на самом деле за этим они ищут просто гарантий гарантии от того что им помогут снятие личной ответственности снятие каких-то там рисков и так далее на самом деле не бывает успешные деятельности вот при помощи чужих пинков то человек сам должен понять на чем он может концентрировать свое внимание не распылять силы на дополнительные какие-то проблемы задачи и вот в этом случае он конечно уже может развить свои способности вообще на самом деле очень полезно сделать следующее упражнение да значит я проговорила что одаренность это высокий уровень и быстрое решение задачи но задачи которые могут решить на самом деле все талант это качественно новое решение качественно новое так сказать новый результат а гениальность это уже вклад в культуру то есть это не просто новизна а это уже то что остается на уровне поколения вот по формулировкам значит очень полезно сделать что очень полезно допустим взять и написать на листочке бумаги мои способности мои способности такие-то 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 и вот получится там 30 или 20 или у кого сколько качественно допустим там я умею там хорошо готовить или я умею быстро бегать или у меня есть усидчивость или я там знаю высшую математику или мне допустим я могу концентрировать внимание на чем-то там целеустремленность вот надо составить вот этот список после того как этот список составлен из него надо вычеркнуть все что только можно вычеркнуть и оставить не более пяти каких-то качеств то есть допустим у вас останется там целеустремленность там физическая выносливость и еще там что-то как пример все остальное надо убрать после того как вы вот это сделали по максимуму вычеркнули какие-то способности которыми можно пожертвовать то есть вы уже определили какие у вас способности главные их надо разделить на две части значит способности получаются у вас как бытовые и социальные бытовые способности но вот мне здесь очень нравятся аналогии с ильфом и петровым про большой и малый мир бытовые способности это как бы малый мир это то что вы можете делать для себя для вашей семьи и это что вы не можете конвертировать в деньги то есть то что вы можете делать достаточно хорошо на уровне такого локального пространства и локального мира социальные способности это те способности которые вы можете конвертировать в деньги и это те способности которые вам позволяют развивать определенное окружение социальное окружение среди профессионалов и это тоже определенный ресурс вот аналогия здесь буквально такая значит чем только не занимаются люди параллельно большому миру в котором живут большие люди большие вещи существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами в большом мире изобретен дизель мотор написано мертвые души построена волковской гидроэлектростанции совершен перелет вокруг света а в маленьком мире изобретен кричащий пузырь уйди уйди написана песенка кирпичики и построена брюки фасона полпред большом мире людьми двигается стремление облагодетельствовать человека а маленький мир далек от высоких материй у обитателей маленького мира стремление одно как-нибудь прожить не испытывая чувство голода голода маленькие люди с торопятся за большими они понимают что должны быть созвучными эпохи только тогда их товаре сможет найти сбыт советское время когда большом мире созданы идеологические твердыни в маленьком мире замечается оживление под все маленькие изобретение муравьиного мира подводится гарантия и идеология ну и так далее значит и вот дальше речь идет про старого ребусника синицкого который сочиняет ребус на слово индустриализация вот длинная желтая борода синицкого опускалась прямо на стол в корзину для бумаг индустриализации горестно шептал он шевеля бледными как сырые котлеты губами и он привычно разделял это слово на шарадной части индустриали за все это было прекрасно то есть вот есть большой мир есть малый мир есть бытовые способности и способности социальные и конечно нам для самореализации надо думать о том какие у нас есть именно социальные способности потому что бытовые денег не приносят они приносят только может быть какой-то радости и может быть какую-то отдачу на уровне маленького мира на уровне нашей семьи то есть одно дело уметь хорошо готовить другое дело открыть кафе там или ресторан одно дело уметь что называется шить там дома шторы подшить там еще что-то и другое дело там открыть свое ателье но это как примеру вот поэтому здесь а у нас следующий вопрос это опять таки что мы готовы делать в с нашими социальными способностями вот и здесь мы сейчас выйдем на такую формулу на такую формулу которая называется формула тайма букву т можно рассматривать как талант в те способности которые мы у себя выявили вот эти вот что называется успешные знанию навыки которые адекватны для социальных запросов буква а не будет означать инструментарий каким инструментом мы владеем то есть достаточно ли у нас инструментарий или мы должны еще учиться что-то приобрести м означает мотивацию мотивация это способность оставаться длительное время вот в таком интересе к делу а буква и или я означает то что деятельность должна быть ежедневной да как олеша говорил не дня без строчки то есть если у нас мы обращаемся к теме способности от случая-случаю from time to time то скорее всего никакого развития не будет потому что способности развивается вот по такой лесенке то есть вот у нас есть какой-то запрос запрос на деятельностью и нам для этого нужны знания умения навыки в начале лекции мы говорили о том что способности к ним не сводится но тем не менее без них мы не обходимся после того как эти знания умения навыки реализованы то есть они уже стали частью нас самих появляется какой-то новый запрос на какую-то новую деятельность более сложную но на платформе вот этого всего и тогда к ней достраивается опять очередные знания умения и навыки то есть вот так вот идет развитие способности вот это как бы такая известная лесенка которую знают многие психологи и многие что называется педагоги поэтому талант как некая способность подлежит развитию она подлежит развитию в деятельности она подлежит развитию вопреки всему об этом год мотивации вопреки то есть никогда у меня комфортно а наоборот когда у меня плохо но я хочу этим заниматься и она развивается в общем-то в ежедневном таком тренинге в постоянном обращении что называется предмету деятельности тогда вот можно уже говорить о каком-то таком качественном развитии того или иного навыка ну и вот я повторяю что очень важна концентрация на задачи задача должна быть локализована во времени в пространстве максимально разложена на детали потому что если я ставлю задачу там быть счастливым вообще человеком или заработать денег то это надо всегда конкретизировать сколько в какой период времени и за счет каких механизмов но я уже говорила о том что деньги не являются нашим личностным качеством потому что наши личностные качества которые реально подлежат развитию это допустим ну у кого-то это быстрота мышления у кого-то это гибкость мышления у кого-то это соответственно сейчас минутку вот у кого-то это допустим способность к усваиванию логической информации у кого-то способность работы со звуковыми какими-то моментами у ребенка это очень хорошо видно что вначале развивается слуховой анализатор потом зрительный анализатор потом развивается абстрактно-логическое мышление то есть вот и наши способности они естественно апеллируют вот к таким биологическим моментам и кто-то может допустим как балерина делать фуэтэ на одной ноге потому что хороший мужичок хорошая так сказать координация движений хорошие мышцы и можно развиваться в этом направлении а у кого-то допустим совсем другие характеристики совсем другие были изначально задатки и может быть у человека абстрактно-логическое мышление прекрасно он будет великим математиком вообще когда мы говорим о способностях и видим почему люди их не реализуют здесь еще такой важный очень момент забывают все-таки о типе деятельности и человек получая определенные знания в школе допустим и потом приходя во взрослую среду окажется что вообще эта деятельность совершенно другая у меня есть пример подруги которая очень хорошо знала биологию и химию и она поступила на биофак а сейчас она работает в русском лото а еще раньше она работала в казино а еще раньше она работала в журнале каком-то рекламном строительство и тогда возникает вопрос а почему биофак МГУ вот так себя странно проявил значит дело в том что девушка когда поступал на биофак МГУ она не представляла себе чем занимаются биологи и как выглядит их рабочий график и когда она увидела эти пробирки когда она увидела вот эти эксперименты и когда она увидела вообще график что надо каждый день ходить на работу ей стало от всего этого плохо и она решила деньги заработать другими способами и таких примеров можно привести много есть масса иллюзий о том что допустим очень привлекательна работа чиновников потому что именно через структуру власти идут денежные потоки но когда человек попадает это допустим мой даже личный пример вот в систему власти то оказывается что там работа от звонка до звонка что если ты пришел на работу не к 9 а к 9 часам 5 минут на тебя пишется докладная что если ты отказываешься от какой-то работы для какого-то может быть даже полубандита то тоже проблемы да психология просто разная служба в нашей стране и служба например в Америке в Германии в нашей стране чиновники приходят чтобы за счет своей работы да решить проблемы навуровать в Германии в Штатах чтобы дать своему что-то народу чтобы получать за свою работу деньги и отчитываться перед своими избирателями да это вот к сожалению очень обидно по криминальной хронике одних чиновников сажают сажают приходят новые и нового сажают и вот так вот круговорот все время ничего не меняется да это очень обидно к сожалению мне это все знакомо и очень обидно когда ты не можешь выйти на какой-то действительно полезный результат а вот вот видишь вот вот такое вот и соответствующее окружение конечно поэтому способность еще во многом зависит от деятельности вот этот вот известный что называется квадрат типов деятельности есть исполнитель это человек который каждый день ходит на работу от звонка до звонка имеет какие-то социальные гарантии но делает ту работу которую нужно его руководству он в системе допустим это учитель или это допустим сотрудник какой-нибудь айти фирмы да есть вариант другой это вот то что сейчас у нас самозанятые это могут быть юристы адвокаты люди искусства люди которые уже сами назначают плату за свой труд это эксперт или специалист значит здесь больше свободы здесь не надо от звонка до звонка ходить но здесь выше риски потому что у тебя нет клиентов у тебя соответственно нет денег есть вариант организатора или руководителя ну и сюда же можно наверное отнести уровень и людей публичных профессий и может быть даже политиков в какой-то степени можно отнести это люди которые руководят большими коллективами делают большие проекты и наконец вот уровень инвестора бизнесмена который вкладывает свои уже имеющиеся ресурсы в какие-либо проекты и так сказать выстраивает определенные бизнес схемы вот поэтому когда человек вот приходит в профессиональный мир он конечно должен смотреть его способности в общем с каким графиком лучше коррелирует с каким образом потому что есть люди которые например ну не выносят никак ежедневной работы в советские годы это была такая профессия журналистов журналисты говорили мы единственная свободная каста мы не ходим там к восьми или к девяти утра на работу вот сейчас этот вариант расширился но везде есть свои плюсы и минусы и плюс конечно окружение потому что та же политика и те же чиновники это мягко говоря такие акулы и это крокодила да абсолютно агрессивная среда где все друг друга так сказать поедают и вот такое окружение тоже наверное не очень приятно вот а сейчас возвращаясь к теме волшебных амулетов колец минералов там и так далее талисманов удачи я хочу подвести такую мысль такую в общем-то итоговую мысль что все это работает в том случае если запрос конкретизирован то есть когда ты получаешь этот талисман где-то или сам его приобретаешь или лучше если тебе его подарит но под какую-то очень конкретную задачу под задачу который имеет конкретику по времени имеет конкретику по ресурсной базе имеет конкретику по формулировке например там какой-нибудь символ возьмем допустим звездочка звездочка которая поможет ну я пишу книги мне написать новую монографию в течение двух месяцев издать ее в издательстве и вот я буду на нее смотреть она мне об этом будет напоминать вот кладешь такой талисман себе куда-нибудь на рабочий стол поближе и он тебе напоминает о твоей главной деятельности о твоем главном деле о приоритетности о том что да вот надо делать именно это дело сегодня а не допустим куда-то отвлекаться и тратить время на что-то другое да вот сегодня нам надо сделать там очередную главу потому что мы определили локализацию по времени определили дедлайн что называется задача поэтому опять не получится там потратить время на какие-то другие интересы вот это и есть концентрация времени вы ваш временной ресурс самое фактически ценное что у нас есть направляете в одно русло на то чтобы решать конкретную задачу которую я надеюсь конечно соответствует способностям потому что если музыкант будет с тобой ставить писательские задачи а художник будет перед собой ставить инженерные задачи то в общем наверное это все будет долго и малоэффективно вот примерно так работает в общем-то такой талисман напоминалка вот сейчас мы наверное перейдем к работе с фотографией я попрошу отключить трансляцию потому что это диалоговая работа пока этого не сделали я попрошу всех взять фотографии выбрать то что вам понравится то что у вас зацепило чем-то посмотреть на эти картинки и соответственно мы сейчас об этом будем говорить одна из практических техник которую наконец-то мы даем вот ну я надеюсь что мы еще увидимся в следующем месяце да продолжим тему развития способностей продолжим тему развития своей личности и будем двигаться только вперед все спасибо за внимание до свидания до свидания